Друзья, здравствуйте, уважаемые подписчики. Я сегодня в необычном формате и с необычной просьбой. Да, с просьбой. Не мне. Рассказывай все по порядку. Практически последнюю всю неделю мы переписываемся с одной женщиной, которая живет в Тамбовской области, в деревне. И она рассказала мне следующую ситуацию, к которой попала. Это действительно крик о помощи. К ее дому прибилась корова. По внешнему виду, ну и описанию, корова Грифорд. И корова глубоко стерена. Она супругом содержит двух коров. Ну или даже трех не расслышала. Но эта корова не ее. Абсолютно ей не нужна. Живет она на улице. При этом человек видит, что она брошенная. Ну или потерялась. И она вынуждена ее кормить. Вы понимаете все, что кормление коровы это не дешевое удовольствие. Она на своих коров сено покупает. А тут еще один нахлебник. И сено, и корма, и вода, уход. Ну и она, собственно, в какой-то момент даже мне говорила о том, что она ее боится. Она дико нападет. Что мне делать? Ну, корова на нее не напала. А немножко даже приручилась. При этом все равно ручной не стала. Вот что делать человеку в такой ситуации? Вот поставьте себя на ее место. Я, говорит, позвонила везде, где могла. Никто не терял, никто не берет. Ну, вернее, как никто не берет? Берут. Ее с удовольствием возьмут. Так сказали ей. Ну, давайте приедем, пристрелим ее во дворе и заберем мясо. Ну, мы все люди и должны понимать, что стельную, беременную, кому не знает, непонятно, что такое стельная, да? Кто не знает этого слова. Корову, ну, резать нельзя. Много, конечно, видео показывают, как спасают коней с бойни, выкупают, потом держат дальше, лечат, что-то делают. Много придетов для собак и кошек есть, которые тоже собирают на корм и что-то. Так, чтобы собирали на пропитание корове, я, честно говоря, не видела видео. Может, вы что-то предложите? Какой-то более интересный вариант. Что же человеку делать с этой коровой? Ведь по факту корова чужая, а она ее содержит на свои кровные и не такие большие деньги в деревне, поверьте, доход от двух коров, которые она имеет. Я предложила ей, говорю, ну, давайте я заберу эту корову. Ну, понимаете, мы находимся друг от друга в девятистах километрах. Машина тоже окажется недешевым удовольствием. Мне, собственно, своих коров хватает. Я не гонюсь за их количеством, тем более таким образом. Перевозить корову за свой счет я тоже не могу. Может, кто-то из зрителей найдется, кто, у кого есть техника, который готов был бы помочь ее поймать, еще ведь вопрос ее поймать, погрузить в эту машину и привезти мне в хозяйство. Да, не переживайте, я отдам эту корову, если найдется ее владелец. Но я не думаю, что теперь как-то владелец это найдется. Если уже месяц, то и больше. Корова гуляет по деревне и ну и никто не отозвался. Да, то есть женщина-то разумно говорит. Может быть, если... Ну, это я предложила, да, опубликовать такое видео ей в своей соцсети на ютюбе с криком о помощи. Она отозвалась и говорит, если, конечно, зрители насобирают ваши на электропастух, я огоражу, отдам ей свой огород и пусть она там пасется и живет. Ну, понятное дело, корову нужно продержать хотя бы до отела. Что делать дальше и как вообще сложится судьба этой коровы? Назвала она ее Маркоша, кстати. Сложится я не знаю и даже не представляю. Несите свои предложения или окажите действительно помощь. У меня нет номера карты, есть только номер телефона. А карта привязана... Ну, карта ее мужа. То есть кто заинтересуется и решит отправить деньги, то можно через систему быстрых платежей осуществить такой перевод и оказать и посильную помощь какую-то, да. Я закреплю в комментариях, в описании все координаты действия, которые можно совершить. Я свою помощь оказала... Ну, нет, не только вот этим видео. Я, да, отправила чуть-чуть денег. Я понимаю, что это мало, но у нас-то много. И если мы все скинемся, то, наверное, ей легче будет жить. Может, мы как-то решим эту проблему по-другому. Подскажите, что нам делать? Спасибо.